Природные ручьи и родники на приусадебных участках – большая удача. А потому перед большинством жаждущих стоит задача соорудить искусственный водный объект. Чтобы он, естественно, вписался в сложившийся природный ландшафт, при проектировании учитывают существующий рельеф. А исток ручья можно оформить в виде альпинария или каменистой россыпи, которая будет имитировать горный источник. Теперь я вам расскажу несколько важных и интересных моментов, как создать искусственный ручей с помощью современных материалов на вашем приусадебном участке и не только. Чтобы задуманный вами ручей оправдал возложенные ожидания, важно, во-первых, правильно его построить, а во-вторых, грамотно декорировать. Ручьи и водопады не только радуют глаз, но и улучшают микроклимат в саду. Вы можете спланировать маленький или большой ручеек. В любом случае он будет хорошим дополнением к водоему, который уже имеется. В декоративный ручей лучше всего оформлять в виде уступов или каскадов, тогда он будет выглядеть более полноводным. Стеклопластиковые пруды и ручьи появились относительно недавно, и я уверена, некоторые из вас про них даже не слышали. Такие пруды дороже, чем из традиционного полиэтилена, но столько преимуществ точно вы нигде не встретите. Их срок службы более 30 лет. Они более устойчивы к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур. Достоинством стеклопластиковых прудов также является возможность изготовления водоемов абсолютно различных цветов и фактур. И самая привлекательная особенность таких форм – возможность нанесения на их поверхность прочного декоративного покрытия, допустим, из природных материалов, что снимет проблему маскировки бортов на вашем участке. Стеклопластиковый ручей не осыпается, не выгорает на солнце, и вы можете его смело вписать в любой окружающий ландшафт. Самый простой способ создания ручья – с помощью готовых каскадов, которые вы произвольным образом соединяете друг с другом. Большое разнообразие форм, цветов и размеров таких готовых элементов дает достаточно большую свободу для творчества при этом способе устройства ручья. Водоснабжение ручья или водопада осуществляется с помощью насоса через шланг, который также вы можете тщательно замаскировать. В этом случае создается впечатление естественности источника, но мы не забываем, что изначально создавали данный водоем либо ручей из стеклопластика. И еще один важный момент. Вы думаете, что стеклопластиковый ручей возможно разместить только на приусадебном участке? Но я развею ваши сомнения. Большой популярностью искусственные водоемы пользуются и в офисах, например, в зонах отдыха, в холлах, в коридорах или даже в переговорных комнатах. Часто искусственные водопады можно встретить в ресторанах, в кафе, в барах, в развлекательных и торговых центрах. А у нас вы можете купить искусственные водопады практически любой формы и размера. Посмотрите, какой широкий ассортимент вы найдете на нашем сайте. Все зависит только от особенностей помещения, в котором он будет установлен. И выбирайте именно самый подходящий вариант для вас. Если не найдете чего-то необходимого, звоните нашим специалистам, и они помогут для вас создать индивидуальный и неповторимый проект. Ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции на сайте. Преимущества я вам уже озвучила. Ну а чтобы быть в курсе самых последних новинок, подписывайтесь на наш канал на YouTube.